Всем привет! Сегодня у нас на столике распаковочном вот такая вот замечательная штука под названием Nintendo Wii. Заказал я себе на Авито. У меня паловская версия и комплект Wii Sports. Покупал я Авито доставка, поэтому мне пришлось распаковать ее на выдаче доставки посылок в BoxBerry. Потому будет такая не то что распаковка, а без ножа. Просто обзор комплекта. Качество комплектующих и соответственно сами комплектующие. Купить у меня ее надоумил мой подписчик Серега. Им, кстати, привет. Давайте приступим к обзору. Видите, у меня тут столик маленький. Она сама здоровая. Кстати, говорили Nintendo Switch. Типа самая маленькая из, ну коробка в смысле, самая маленькая из всех серий Nintendo. Именно не портативок, а таких стационарных. Но я сейчас только померил она вот буквально. Вот настолько меньше. Я бы не сказал, что она больше. А по толщине принципе такая же. Давайте посмотрим здесь, что у нас имеется. Здесь Wii Sports написано. Game Included. На разных языках, видимо, Nintendo. Какие-то штучки нарисованы непонятные. Тут у нас сама приставка. Это ремоушн контроллер, если я не ошибаюсь. Здесь указано, что это именно версия PAL. Кстати, после того, как мы ее вскроем, посмотрим, чего там внутри, кого. В следующем видео я расскажу, как правильно выбрать приставку с поддержкой GameCube. Ну, если вам это нужно будет. То есть, именно поддержка GameCube. И как ее прошить и установить всякие нужные программки и дополнительный софт. Такой, как эмуляторы там всякие. Разного рода фич. Так, смотрите, с этой стороны у нас просто. Логотип Nintendo. Тут какие-то предупреждения непонятные. по-моему, не важно. На обороте... Блин, коробка увесистая. Она сколько? Четыре с половиной кило, по-моему, весит. Почти как PlayStation 3 фатка. Она, по-моему, там пять килограмм, если не ошибаюсь. Вот здесь вот порвано немного. Но это не важно. Это такой небольшой косячок издержки производства, так сказать. А здесь более интересно. Обратите внимание, слева у нас идет комплектация. Первая, это у нас сама консолька. Вторая идет, это у нас подставка. Вот здесь, кстати, набирается все написано. Третье, это идет... А, смотрите, цифра три пропущена. Здесь один, два, потом четыре, пять. Я не вижу, где здесь три. Просто вот это под номером два, это у нас подставка для вертикальной установки самой приставки. И еще под номером три, смотрите, написано V-Stand Play. Или Play. Мне тут не видно, мелко сильно написано. Еще отсвечивают. Короче, круглая тарелочка для того, чтобы приставка стояла устойчивее. То есть сначала ставится эта круглая тарелочка. На эту тарелочку ставится вот эта вертикальная подставка. И потом уже сама приставка. Такая штука. четыре, пять, это у нас V-Remotion контроллер. Ну, типа и V-Remote Vist. Строп, стоп. Короче, это сам контроллер и ремешок. Шестое, это идет Nunchat. А потом идет сама сенсорная панель номер 7. По девятым номер блок питания. Десятый это кабель подключения. И тоже пропущен 11-12. Что там 11-12? 11 Euro Connection plug. А, это, наверное, переходник, короче, под SCART. Ну, я так предполагаю. Двенадцатый. Это у нас... Это, короче, липучки для крепления сенсор-бара на телевизоре. Тринадцатый это два... Две батарейки. Под четырнадцатым номером это у нас сама V-Disc. Ну, V-Sport, сама игрушка. И пятнадцатый V-Remotion жакет. То есть это силиконовый чехол для ремоушн-контроллера. Смотрим здесь. Смотрим еще раз, кому интересно. Ставьте на паузу. Тут у меня иногда съезжало. В общем, что уж. Давайте... Давайте откроем. Посмотрим, что же внутри. Открывается она у нас вот с единственной стороны. Блин, неудобно. Тяжелая коробка сильно. Тут мы видим две половинки. Вот номер первая. У нас тут видим нунчак, подставка, сенсор-бар и кабель подключения к телевизору. Ниже у нас блок питания, сама приставка и этот контроллер V-Motion. Давайте в дырочку пальчик засунем. И аккуратненько вытянем первый лоток. Пока что я в сторону отложу. Давайте посмотрим, что здесь имеется. Здесь имеется тонна макулатуры всякой. Прям продавец это все сохранил. Сейчас я вам продемонстрирую это. Это Operation Manual. Может быть, кому интересно, я так полистаю. Русского языка здесь нету. Именно в этом мануале. У меня еще, кстати, да, как правильно ее включать, выключать, интересно было бы. Современные консоли. Плойка третья. Отключается с помощью кнопки и самого меню. Там меню я такого не наплутал. Тоже какой-то Operation Manual. Каналы и настройки. А здесь просто системные настройки были в черном. Ну, в таком состоянии. Ну, в принципе, приставку перестали выпускать с 2009 года. Поддержку я не знаю, когда прекратили. Врать не буду. Здесь чисто по менюшкам самой приставки. Хотя и приставка выходила в России. Ну, вышла вот эта вот версия. И покупалась она именно в России. Меню консоли на английском языке. Посмотрите, какие человечки. А вот руководство пользователя канала и настройки. Это мы предыдущих, которые смотрели. Документация, только она на русском языке. Фокус пиздец плавает. То есть, как видим, все на русском, все цветное. Вот, кстати, как своего аватарка создавать. Там мии. Мордочки всякие там рисовать. Подобного рода всякая лобуденька. Полистал мануальчик. Думал, какое-то оглавление будет. Но нет в конце заметки. Тут коды ошибок, контактная информация. В общем, ерунда всякая. А это виспортс. Это, наверное, инструктшнс буклет какой-то. Это к игре по ходу дела. Как там управляться. Список игр по ходу там есть. На каком-то языке непонятно. Да, вот здесь смотрите. Слева теннис, баскетбол, боулинг, гольф. Потом боксинг, тренинг, мифитнес. В общем, это для игры. Здесь какой-то quick seat tube. Это быстрая, я так понял, установка. Дальше идут клубные карточки с какими-то кодами. Я не знаю, регистрировали ли эти коды. Вот написано сайт club.nintendo.com. Это первая карточка. И вот с игрой карточка. Там аналогичный же код. Вот. Вот. Не знаю для чего это. Может быть регистрация что-то там будет давать. Кстати, у меня аккаунт есть. Попробовать ввести. Может что-то и будет. Вот это я не знаю, что это такое. А, жизнь и продолжительность. Короче. А вреде там видимо здоровье окружающей среды. И подобного рода очень полезная информация. Еще один буклет. Это видимо по управлению. А хотя тут что-то непонятное. футбол какой-то. Про эволюшн сокер 2008. Реклама. Марио гэлакси. Супер смеш брос. Ну и конечно как без зельды. Твайлинг принцесса. И внизу какой-то зэк и вики. поезд фор. Барбарас. Тресур. Какой-то френ поймешь. Я даже игру только не знаю. Зайду конечно знаю. играл на эмуляторе. Сейчас можно поиграть. Будет полноценно на консоли. В русскую версию. Кстати в переводе офигенном. Так здесь тоже. Смотрите. Подарочный сертификат идет. Страна игр. Код закрывать не буду. Вот кому надо. Вводите куда-нибудь. Кто знает куда вводить. Может там журнал можно выиграть. Или еще чего. Да скорее всего. Короче журнал можно выиграть. Ну и самое крутое. Сохранился гарантийный талон. И правила ремонта. Тут все перечислено. Вся комплектация. Еще самое прикольное. Умеется. Чек. Здесь указана дата покупки. ООО. Новый диск. Дистрибьюция. Игра. Точнее сама приставка куплена. Почти за 15 тысяч. Рублев. И куплена она 7 марта. 2009 года. Как мне продавец сказал. Покупалась дочке. Видимо подарок на 8 марта. А меня кстати радует. Что для моей коллекции. Вот этот комплект. Более чем полный. Именно вот с такой всей макулатурой. Вот этот переходничок. Который я вам говорил. Скарт. Идет. И на аудио видео. Это то же самое. Что аудио видео. Это никакой нахрен не Скарт. Это просто тупо переходник. Его даже не вскрывали. Здесь если присмотреться. То тут присутствуют не все контакты. Видите здесь. Три штуки. Там в углу 2. Здесь тоже с краю посередине. Вообще пустые. Беззубы Скарт. Ну я говорю. Это просто раскидали. АВшку и все это. Как он. Композит. Да. Лучше конечно играть по компоненту. Всегда я впутаю композит с компонентом. Давайте посмотрим. Здесь штука. Я не знаю что здесь лежало. Вот. Здесь посередине его тута. А. Тут лежала у нас этот Скарт. Вот. Здесь лежит Скарт. Типа. Здесь. Ну будем называть его переходник с САВ. Здесь не знаю что было. Тут кстати пакетики. Все такие проволочки. Вот она вот эта. Круглая подставка. На нее ставится. Вертикальная. Подставка. Потом уже в нее Нинтендо. Чтоб она была более устойчивая. Мы наверное попробуем это дело. Отложим пока в сторонку. То есть все пакетики. Вот эти савафанки. Все зажимные проволочки. Эти. Хомутки. Все сохранено. Как оно было. Здесь у нас находится. Только я не знаю правильно ли расположена. Запчасти. Вот здесь вот. Просто. Тупо пакет. Засунут. Там ничего нету. По-моему. Откроем. Посмотрим. Вот это нунчак. Запутался. Есть. В общем так выглядит. два шифта. И стик. Выглядит. Замечательно. Незагаженный. Никаких какашках. Незасаленный. Единственное. Потертости на стике. но это вот. Вот от этих движений. Черное. И здесь. У нас. Лейбл. Как его правильно подключать к. Эмоушн контроллеру. Кто узнает джойстик мини SNES или SNES мини. Палец вверх. Штуки от такой же. Так. В сторонку пока отложим. Давайте же посмотрим что находится здесь. Здесь просто пусто. Пустой пакет. Там ничего нету. Я не знаю что там было. Что там лежало. В свое время упустил. Купить. Хотел. Давно хотел купить новую консоль. Nintendo Wii. Но упустил свой момент. Тогда я купил в 2009 PSP. Здесь. Подставка для. Сенсор бара. Здесь снимаются защитные штуки. Она приклеивается. И то есть можно это. Если вы устанавливаете вниз ее. То есть вниз телевизора. Там кстати в настройках есть. Где у вас расположен сенсор бар. Наверху или внизу телевизора. Вот. Эту подставочку вы используете. Чтобы сенсор бар был поднят. И хорошо ловил сигнал. Не знаю. Тоже пока сторонку уберем. Может быть я буду ее использовать. Хотя навряд ли нет. Давайте я ее уберу. Я буду точно использовать ее наверху. Потому что у меня внизу. Внизу мне будет мешаться. У меня внизу стоит PS3 камера. Потом сама PS4 Plus для VR. Херня это квадратная. Пусть еще Nintendo. Вот сами посмотрите. Как оно все выглядит. Вот таким вот способом у меня тут все расположено. И под телевизор я короче хрен что поставлю. Вариант только над телевизором. И то придется потеснить PS4 камеру. Так. Пугнали дальше. Как говорится. Это у нас еще первый лоточек. Будем его так называть. Здесь у нас двухсторонний пакетик. Так. Дырка с двух сторон. И вытягиваем. Убираем пакет. Он нам не пригодится. Все аккуратно складываем. Вот так выглядит сам сенсор бар. Я полагаю у него вот пилот сенсора. Посередине ничего нету. Вот такая матовая штука. Видите да. Тут я уже что-то приклеиваю. Здесь липучки наклеили. Вот проводок. Тут смотрите даже имеются пазы. Его можно вывести. То есть вот так вот. Как бы сбоку. Прикольно. Нинтендо продумала все. И давайте посмотрим. А ну ладно. Он короче просто вставляется. Эта подставка и все. Шнур длинный. Но знаете что мне не понравилось. Он тонкий чересчур. Я вот боюсь даже его сильно потянуть. Когда разматываю. Чтобы не порвать его. Штекер выглядит тоже интересным способом. У них вот свои все штекера. Придуманные. Кстати похож на NES контроллер. Которая Dendy. Американская. Nintendo Entertainment System. В таком меньшем виде. Кстати по поводу липучек. Липучки еще липкие. Хотя продавец сказал. Что дочка там немного поигралась. И в основном приставка лежала. Пылилась. Ну хотя там немного как бы дело покажет. Мы откроем. Посмотрим. Сохраненных персонажей. Прокачанных там. Пятидесятого уровня. Я бы не сказал что немного. Но. Как бы. Выглядит все. То есть сама приставка выглядит нормально. Не зачухана. Потом. Дойдем до нее. Вам покажу. Здесь у нас лежит. Подставочка. Вот эта. О которой я вам говорил. Пакетик сразу сложу на место. Пакетик убрали. Вот она подставка вертикальная. Такие. Нескользящие штуки наклеены. Ну и собственно вот она. Вот этот диск вставляется и. Написано вверх вниз. Вниз. Вот. Вниз опускается. Здесь видите. Слайд он. И слайд офф. Сдвиньте. Для включения и выключения. Вот таким вот макаром она ставится. То есть устойчивее. Чтобы не опрокинули вы ее. Ну не знаю. Мне она по моему не пригодится. Не знаю как она. В общем посмотрим. Как говорится время покажет. И что у нас есть. Что у нас последний осталось в этой коробке. Точнее в этом лотке так сказать. Это у нас видеокабель. Кабель подключения к телевизору. Аудио видео. Я вот интересуюсь. Если в мою супер нинтендо вот кнопки подойдет. Нет. Потому что у меня по RGB сигнал идет с карту. А это будет авишный. И сравнить по качеству. Я же ее подключал по обычному ТВ. Кабелю. К телевизионному. По радиоканалу так сказать. И такое эмульцо. Но ничего. Для ценителей. Для гурманов. Кому как нравится. Здесь кстати был скрипыш. Этот зажимчик. Но с помощью зажимчика он у меня сюда почему-то не поместился. Я тоже до этого проверил комплектацию. Все сложил как было. Чтобы без обмана вам показать. Как оно ко мне все пришло. В каком виде. Так. С первым лотком мы закончили. Переходим ко второму. Ох. Вот он. Вот этот лоток номер два. Он тяжелый. Самый. Так. Уберем коробку в сторону. Развернем. Чтобы вам было видно. Ну. С чего начать. Давайте начнем с вот этого контроллера. Как он правильно называется. V-Motion контроллер. Что-то запах такой. Пипец. Вонючий. От. Этого. Чехла силиконового. Ну. Китайский же. По всей видимости. Выглядит он вот так. Чехольчики. Крестовина. Кнопка включения. Power. Кнопка. A. Тут. Минус. Plus. Home. И. Кнопки. 1.2. Здесь. Индикация. Номер контроллера. То есть. Всего четыре штуки. Можно подключить. Здесь. Имеется заглушка. Для подключения. Нунчака. И. Еще. Можно такую штучку. Подключить. Она квадратненько. Для. Для. Более. Лучшей. Навигации. То есть. Отслеживание движения. Фотку найду. Если. Вставлю. Где. Давайте. Посмотрим. Как. Это. Дело. Будет. Выглядеть. Сминчаком. То есть. Уберем. И. Втыкаем. Все на защелках. Все плотно. Ремешок. Есть. Ремешок. Обязательно. Используйте. Иначе. У вас. Контроллер. Куда-нибудь. Улетит. Все. Вместе. Выглядит. Это. Примерно. Вот так. Отсоединяется. У нас. Боковушки. Вот. Да. Все. Кстати. По поводу. Ремешка. Не сказать. Грязный. Хотя. Использовался. Детьми. Пойдет. Короче. Может. Еще. Постирать. На то. Пошло. Чтобы поменять батарейки. Я думал. Как же снять чехол. Чехол снимается. Следующим образом. Колупываем. Так. И. Тянем. В эту сторону. Ремешок. Вытягивается. Через. Запасное отверстие. Снизу. Так. Сбоку. Выглядит. Здесь. Кнопка. Би. У него. То есть. Эй. Большая. Вот. Она. Круглая. А. Это. Би. Ну. И. Тут. Приемник. Передатчик. С этим. Сенсор. Баром. А. Вот. Нашел. Мэйден Чина. Чайна. РВЛ. 003. И. Давайте. Посмотрим. Прикольный. Отсек. Для батареек. Здесь. Имеется. Кнопка. Синхронизации. Такая. Же. Красная. Есть. На самой. Приставки. Поль. Ну. То есть. Контроллер. Очень сложно. Как вытащить батарейку. Так и вставить. Давайте. Вытащим вторую. Посмотрите. Какие здесь. Мощные. Такие. Контакты. Сделаны. Такого. Прямо. Железа. Прочного. То. Что сейчас. Китайцы. В своих часах. Там. Тоненькие. Блин. Херачат. Тоненькие. Ну. 2 100. Миллиампер часов. Это просто. 2100 серия. Так. Называется. GP2100. Вот. Тоненькие. 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 Батарейки. Да. Потому что. Ну. Хоть они и дороже. Чем обычные батарейки. Зато. Они на дольше. На дольше хватает. И. Их можно. Имея два комплекта. Легко перезарядить. Ну. Хотя у меня нет двух комплектов. Аккумуляторов. Именно. Для. Вот. Этого. Контроллера. Возможно. Еще. Целесообразно. Сделать. Протирку. Вот. Этого. Окошечка. Жидкостью. Для. Протирки. Оптики. У меня. Имеется. Такая. Может быть. И сделаю. Не знаю. Насколько. Это. Целесообразно. Тут. Смотрите. В нем. 2. 2. То есть. Здесь. Были. Наклеечки. 1. 1. Их. Наклеили. На. На. Сенсор. Бар. Не знаю. Куда они. Клеятся. По инструкции. По моему. Если я не ошибаюсь. На эту. Клеились. На саму. Подставку. Под сенсор. Но. Там. Как бы. Есть. Уже. Две. Штучки. Ну. Куда-то. Они. Клеятся. Я уже забыл. Где-то. Инструкция. Смотрел. Мельком. Пробегал. Вот. Весистый. Такой. Я бы не сказал. Тяжелый. 3. Ампера. 12 вольт. Блок. Питания. Виповар саппл. РВЛ 002. Не указан. Производитель. Кто его даже сделал. В Китае. Японии. А. Обманываю. Нет. Обманываю. написано. лейденчина вот сверху под под моделью вот видно наверно да по намотали шнуров тоже мне это не нравится сейчас и размотая потом смысле размотая сейчас я не буду ничего разматывать все у нас мы уже подходим вот концу осталось достать только так а у там даже дырка была внизу специально то есть надо было туда палец засунуть и спокойно вытащить ее но я же не хитрый и пошка я не догадался я сделал как мне проще и аккуратнее кстати обратите внимание где лежал блок питания здесь какой-то разъединитель стоит но я как назад пытался его суда положить отогнутым вот так он у меня не залазит не знаю почему найти бы фотку расположение всех предметов в этих коробках чтобы правильно все упаковать у здесь тоже что здесь лежала непонятно может здесь лежал вот этот вот да нет хотя это консоль первой ревизии здесь не может быть специальный навигатор и держать так что вот она тяжелая какая ну так давайте посмотрим сбоку здесь у нас айти ай здесь нинтендо написано кстати забыл вам показать на коробке здесь края написано микропроцессор технологии то есть видите айбием челеси беемовский проц так сверху у нас имеется два отсека это под карты памяти для геймкуба и по 4 джойстика также имеется сверху на крышке картинка как все это дело вставлять как открывать крышечки съемных можно убирать но я не знаю зачем это как бы нужно сзади имеется два уэсби порта потом вентилятор это у нас а вы выход это сенсор бар красненькая но и нижние это у нас 12 вольтовое питание с этой стороны имеется вентиляционное отверстие резиновые ножки 4 штуки лицевая сторона кнопка питания сброс выброс диска название самой приставки по ней здесь отсек под диск кстати диск внутри находится здесь я не открою сейчас наверно здесь под крышечкой у нас слот для карты памяти микро из 2 изди карточка идет можете микро изди используются переходником больше и красная кнопочка синхронизации помните я вам на контроллере показывал есть такая маленькая то здесь нажимаете и там нажимаете из них ранее зируйте их хотя сначала на контроллере надо нажать потом здесь вот эта кнопочка закрываем кнопки все щелкают в общем стоять она может вот так либо лежать так а кстати вот я вам сзади еще забыл показать точнее не сзади а это низ у меня получается тоже 4 у нее резиновые пучки отсек для вентиляции и здесь у нас модель rvl 01 европейская версия сделано также в китае вот эти квадратики класс массовые это видимо там дополнительные болты и видимо она не вскрывалась типа как пломбы стоят я точно не уверен скрывалась хотя если присмотреться вот там находится вентилятор за решеткой и судя по его лопастям то есть пыли на его лопастях она работала так уж и много здесь на всех сеточках тоже наличие пыли отсутствует в общем время покажет как она себя будет вести как будет работать с этим мы всем разберемся давайте посмотрим как она стоит горизонтально вообще шикарно то есть японцы крутые дизайнеры она как бы под углом так получается круто мне нравится буду наверное использовать с этой подставкой ну вот и все на этом я закончу как выбрать правильную модель прошиваемую именно ту на которой можно нормально играть потому что на авито когда я выбирал там до хренище было всяких непонятных моделей вот и именно кому интересно чтобы была поддержка гейм куба то есть на ней можно игрушки то и запускать гейм кубски просто тупо диск в окно у либо с харда или с флешки кому как будет удобнее или с карты памяти даже вот такие вот делишки пока про карту памяти я не знаю ну собственно на этом давайте я закончу начинать свой обзор дальнейшие всякие махинации которые я с ним буду производить выложу в следующем видео ну а на этом все с вами был кэцу неку кому понравилось оценивайте видео не забываем подписываться на мой группу вконтакте где-то были цветы здесь ну и собственно подписываться на мой канал еще услышимся джан и